Это есть определенные СМИ, есть определенные социальные активисты и фильмы, которые создают страшный образ врага в лице вот этих самых пришлых людей. Другие говорят, да нет, все нормально. А кстати, что сегодня делает Германия? И я знаю, что очень долго критиковали ту же самую Ангелу Мергель за то, что открыла двери страны и так далее, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что сегодня немцы поняли, проведя ряд исследований, работая в общинах, как ты говоришь, социальный эксперимент, работая в общинах, делая полевые исследования, понимая, кто к ним приехал, пришло осознание того, что приехали достаточно разные люди. И приехали, например, молодые парни 30-35 лет и их большинство, которые не владеют грамотой на арабском языке, которые не могут писать и читать на своем... На своем родном языке. Ну да, и здесь возникает вопрос, а кто это, почему так случилось и так далее, да? Это если они вообще... Я бы тоже не стала вот секьюритизировать и сразу говорить, что вот они, это те самые фориан-террорист-файтерсы, которые насадили Германию, да, или там иностранные боевики. Я бы не стала так говорить, да? Конечно, мы все знаем, что иностранные боевики, они же, это, из Бельгии. Ну, конечно, да, они преимущественно... Нет, ну, преимущественно из Бельгии. Нет, естественно, но это, посмотрите, это же уже второе-третье поколение мигрантов, которая выросла, социализировалась в Европе. Малинбеки. Да, и они, значит, чувствовали свою уязвленность, если они начинают выступать против существующих. И они на арабском тоже не говорят. Да, но эти, они говорят на арабском, но они не имеют функциональной грамотности, той грамотности, которую имеют наши, мы с тобой дети, когда ты учишься писать, читать, там, на родном языке. Так вот. И немцы сегодня говорят, все, вот этих мы будем отправлять. Да. Мы будем работать только с детьми, которых можно социализировать в Германии, которые пойдут в наши детские сады, школы, получат наше образование, и они станут немцами, да? Вот таких детей, потерявших своих родителей, да, или там, и с родителями в том числе, но мы делаем ставку на молодое поколение, которое будет нашими гражданами. Остальных мы потихонечку будем просить выехать из страны. Да. И это нормально. Селективный попкор. Селективный попкор. Селекция, да? Ну, хоть, нет, не надо меня ловить на слова. А почему нет? Да я знаю, когда мыши крысок, там у них специально чистые, чистые линии, есть хорошие линии, короче. Любая страна. А посмотри, с чего ты начал? Ты не стал говорить про миграцию в Новой Зеландии. Любая сегодня страна через эффективную миграционную политику защищает себя и свою идентичность. Канада, Штаты, я не знаю, многие другие страны, та же самая Австралия, это селективная политика. Вы заметите, да. Мы берем тех людей, которые… Которые нам нужны. Или которых нам очень жалко. Ну, или которых нам жалко, но мы можем для них дать очень много, и они станут… Да. Ну, мне просто интересно стало, а чувства чуваки, которые не пишут на арабском? Ну, они вообще не получали образование. То есть это люди, не прошедшие обучение в школах. Ну, это, видимо, вот эти районы, наиболее пострадавшие от иракской войны. Естественно. То есть это очень отсталые регионы. Я не знаю, я не видела там, я не знаю, знаешь, профайлы этих людей, которые не образованные, но установка идет на то, что приехал большой процент населения, который не обучался в школу, который не имеет элементарной грамотности на своем языке. И понятно, что ты сейчас в этой стране с 30-летним мужиком сделаешь? Ты его начнешь обучать немецкому языку? А факт, что этот человек сможет, так сказать, получить образование на другом, на чужом для него языке? Не факт, что он сможет. И второй момент. В Германии сегодня не нужен неквалифицированный труд. У них сегодня даже улицы метут, и, я думаю, ты знаешь, не метлами там или вениками, а на машинах. И это уже функциональная игра. Это человек уже должен иметь определенные навыки. Поэтому и возникает вопрос, а что делать с вот этой категорией людей, которых мы уже не сможем интегрировать в наше общество? И они нам не нужны, как рабочая сила. Вот в чем вопрос. Поэтому, естественно, да, друзья. И я считаю, что это абсолютно взвешенный, сбалансированный подход.